коллеги всем привет на связи халеба евгений и это мой ежемесячный анализ и прогноз рынка фондового рынка америке smb 500 посмотрим с вами и попробуем ответить на вопрос а пришло ли время покупать фондовый рынок америке и если нет то что ожидать зачем следить и когда собственно это может произойти на самом деле тема уже интересная почему потому что рынок достаточно скорректировался сейчас мы посмотрим на самом деле если брать по историческим меркам то коррекция уже достаточно прилично хотя по графику так и не скажешь да тоже обратим внимание на техническую картинку в этом выпуске затрону больше тем разных соотношений между секторами люблю такое дело да вот разные там коэффициенты посмотреть и так далее то есть на мой взгляд но мне это интересно на самом деле поэтому в этом выпуске покажу больше об этом чем раньше думаю что вам тоже понравятся такие вещички скажем так хитрости хитрости вот а ну что же давайте приступим прежде чем приступить есть у меня мой канал телеграм там 9 дневник кризиса там много прикладной информации по по экономике то есть я имею ввиду я веду там показываю что происходит в мировой экономике и на самом деле канал растет в общем то людям интересно переходите посмотрите может быть вот он вас тоже заинтересует конечно подойдет тем кто увлекается экономикой либо экономическим либо финансовым анализом то есть тот кто так или иначе приобщен к мировой экономике и финансов ну что ж поехали первый слайд это моя авторская модель оценки делового цикла в сша я взял формулу количественного обмена и изменил там компоненты на мой взгляд которые должны отображать конъюнктуру до для в экономике америки то есть условия для делового цикла в общем то неплохо был предсказан кризис по этому папа моей модели в 2020 конечно не никто не ожидал из чего он придет но вот то что мы тогда с были на первом стандартном отклонений индикатор мой на нанесён рыжая область сюда с бирюзовым кантом вот собственно было неплохо предсказано эта история и тогда уже я пользовался своей авторской моделью индикатором и тогда я говорил вот в начале 2020 те кто дано меня смотрят я говорил это тогда еще youtube а у меня не было это было опубликовано в telegram канале и я говорил что рынок должен упасть потому что потому что рецессионные условия и в общем-то так так тогда и при произошло кто бы мог подумать какими путями да ну вот это это произошло на сегодняшний день моя модель уже выходит за пределы второго первого стандартного отклонения в июне сильно просели и с перспективой там до весны то есть до осени мы должны уже перейти в состояние рецессии собственно так и было обратите внимание в двадцатом году вот в 2012 11 мы отскочили то есть было охлаждение после первого раунда к юге да и вот на сегодняшний день примерно вот мы описываем это же положение пока рынки находятся скажем так в предрецессионном состоянии и пока ничего страшного не происходит но по ходу действия мы еще с вами обсудим тему рецессии я думаю что надо достаточно интересно вот снб 500 сложился до красная линия мы уже ниже второго стандартного отклонения рынок находится вот на уровнях того же двадцатого года то есть по скорости сжатия то есть 2011 год и так далее то есть в общем то на мой взгляд рынки на сегодняшний день скорректировались и причем уже достаточно сильно но по технике еще посмотрим что может быть далее вот момент крайне крайне важной это ожидаемая инфляция ожидаемая инфляция нырнула уже ниже 2 и 5 процента нанесено синей линией очень важный момент я ожидаю что пока мы выше 2 мы не можем говорить о том что фрс будет смягчать денежно-каретную политику ниже 2 уже имеет смысл то есть пока что ожидаемая инфляция не подавлена о чем упоминал павел что фрс активно отслеживать этот показатель почему потому что ожидаемая инфляция это самосбывающийся прогноз люди ожидая что инфляция будет выше в будущем начинают тратить тем самым запускает инфляцию спроса предприятия которые ожидают что издержки будут расти дальше и сырье там рента и так далее заработная плата будут повышаться в будущем повышают цены на на отпускные товары ну и по всей цепочке производственно да то есть от там первых стадий да там на стадии добычи чего-либо до сырья потом стадия переработки стадия там прокатки скажем так и если это стали так далее то есть и по всей цепочке производственной у нас образуется вот повышение цен из-за того что ожидаемая инфляция остается высоко поэтому важно отслеживать данный показатель это один из тех показателей которые я отслеживаю для определения стадии и скажем так условиям для фреста есть по монетарной политики на сегодняшний день образовалась дивергенция обратите внимание что индекс s&p 500 корректируется вот с этих уровней приблизительно до ожидаемая инфляция снижается то есть на мой взгляд ничего хорошего для снт пока что нет и это коррекция которую мы наблюдаем это не более чем техническая коррекция после перегрева рынка то есть после снижения я имею ввиду переохлаждение если так можно сказать рынка а вот что важно вот эти показатели которые сейчас вот будут они крайне важны на премии за риск от много уважаемого асвата дама дара надо премия за риск вложения фондовый рынок то есть в акции америки резко выросла на начало июля очень важный показатель почему потому что он показывает насколько рынок интересен для покупок обратите внимание что мы выше чем вот уровне 2017 2020 года даже выше чем уровне пост кризисного после кризиса 20 майские да вот уровне тогда рынок сигнализировал премия показатель премии за риск что рынок дешевый можно покупать и собственно если этот показатель будет расти к уровням 11 года то можно будет утверждать что настало точно время для покупок и если такая скорость останется то это будет буквально в ближайшие несколько месяцев очень важный момент вот этот график очень важный поскольку он сигнализирует об скажем так инвестиционной привлекательности фондового рынка америке и момент крайне важны а также сама как и важные мультипликаторы дака коэффициенты price earning от шиллера с учетом инфляции да и коэффициент и ps то есть доходность на акцию мы видим что коэффициент поеда price earning от шиллера резко снижается в июле то есть на начало июля мы тоже видим резкое снижение пока мы конечно по историческим меркам еще высоковато и ну наверно хотелось бы увидеть в районе там 25 до примерно вот увидеть этот показатель то есть и тогда можно говорить о том что рынок пузырь сдулся рынок уже интересен для покупок пока этого нет и пока да да есть стремительное снижение но пока она недостаточно для того чтобы инвесторы поверили хотелось бы ниже 25 ближе к 20 да вот например как это было в 2011 12 годах вот эти уровни да это говорило о том что можно покупать рынок готов и рынок дешево да то есть даже если посмотреть вот на на премии в то время то рынок интересен для покупок и премия на то время составляла 7 процентов сейчас она немножко выше 6 вот ну и ps да то есть желательно чтобы и ps подошел там обратно к двадцатке да то есть вот тогда будет уже интересно точно покупать поэтому собственно процессы на мой взгляд крайне интересны и если такая скорость будет продолжаться но для этого нужно чтобы рынок еще снизился тогда будет интересный момент реально уже покупать и покупать не просто спекулятивно а покупать уже с инвестиционным прицелом конечно фон остается крайне сложный о чем мы поговорим в выводах к этому выпуску момент с следующим показателем количество акций доля акций в snp 500 торгующихся выше 50 дневной средней то есть у нас всего лишь 25 процентов акций торгуется выше 50 дневной средней то есть остается в бычьем тренде конечно это акции в первую очередь энергетического сектора степлс да то есть это товары первой необходимости потребительские товары ну во возможно оборонка да я не смотрел вот по секторам но собственно момент пока не важны для быков собственно пока что рынок остается в медвежьей фазе скажем так даже ниже 50 дневных средних да не не говоря там о двухсотых вот ситуация с денежными потоками ну ритейл продает до обратите внимание что годовая динамика маржинальных счетов березу такая коралловая линия да и годовая динамика к капитализации фондового рынка сиреневая линия уже на уровнях 2019-20 годов то есть как будто бы рынок остыл да есть моменты что распродажи ну куда глубже в том же 2001 после в кризисный да вот 2001 2 и в кризисный 2009 ну 8 9 скажем так то есть тогда уровни были гораздо глубже поэтому если мы проходим на мой взгляд вот уровни которые на на сегодняшний день примерно минус 0 0 1 процент да то есть относительно прошлого года то скорее всего рынок двинет то есть эти показатели двинут уже к кризисным годами собственно это будет уже указывать на то что мы имеем волну кризиса вот пока в линейном выражении снижение тоже активное но конечно мы гораздо выше до кризисных уровней уровне 2018 года поэтому я считаю что пока что рынок ну не более чем остывает да то есть пока рано говорить о том что мы на дне рынка и можно покупать локально истории имеются да то есть вот с не снижением и мультипликаторов рост премий годовая динамика указывает что рынок уже не неплохо распродали но пока что вот если смотреть в линейных историях и историях что все-таки у нас был там за затяжной 12-летний рост даже 13-летний да то как бы на мой взгляд коррекции пока недостаточно ожидания бычьи ожидания кстати ритейла да вот ритейл распродается мы посмотрели это маржинальные счета то есть это счета больше ритейлов ски и ритейл ожидания ритейла бычьи настроения у ритейла остаются крайне низкие 22 и 8 процента опрошенных считаю что рынок будет расти то есть это очень мало для того чтобы рынок рос поэтому ритейл пока у нас остывает и пока что нет никаких намеков что рынок оживает да то есть быки оживают что важно вот теперь важный момент именно товарищи товарищи институционалы да вот фонда equity flows у нас идут это бирюзовая линия фонды пока не распродавали рынок то есть вот с ноября месяца да если мы видим что все с января 20-го была распродажа до ноября 20 20 и после этого пошел рост и пока этот рост только усиливается то есть пока распродажи не было фондового рынка хорошо это или плохо это любопытно это как минимум почему потому что ну казалось бы коррекция уже идет да и это товарищи из из фондового рынка из из фондов не распродаются бабанкиры не распродаются скажем так скорее всего это как раз таки результат избыточной ликвидности то есть денег много остается и пока не возникает кассовых разрывов не возникает дефицита ликвидности дефицит ликвидности то есть финансовый кризис когда выходят в кэш вот этого пока не произошло и дай бог этого не увидеть и есть надежды что мы приземлимся мягко без никаких финансовых кризисов рецессия это не страшно это не акины это не экономический кризис да это просто скажем так сжатие экономики фаза до экономического цикла которая сопряжена в сжатием кредита поэтому ничего здесь страшного нет ее можно оживить и и точно будут оживлять там через год опять-таки снижая ставки поэтому в принципе пока ничего плохого не происходит конечно на мой взгляд это тоже говорит о том что пока дно рынка не поставлено и все-таки распродаться бы следовало бы да немножко но не обязательно все все-таки это длинные деньги это деньги инвесторов это условно там бесконечные горизонты это то что делает баффетом вкладывая сроком на 50 и выше лет вот и что еще важно идет распродажа активная дебет долга да то есть облигаций поэтому этот кэш он освобождается и вот тоже одна из один из важных моментов распродажа на долговом рынке освобождает кэш и поддерживает equity да то есть фондовый рынок поэтому на мой взгляд вот эта подушка которая и у нас имеется в виде избыточных резервов коммерческой банках его в америке и подушка связанная с освобождением кэша да то есть и от долгового рынка это поддерживает рынок акций то есть я думаю что есть шансы избежать финансового кризиса и потихонечку плавно сдуться что думают об этом торговцы фьючерсами чистая спекулятивная позиция по фьючам на емине да то есть это фьючерс на фондовый индекс от торгуемый на семье у нас он больше похож на характер который говорит о хай рынка то есть о том что еще рынок дно не поставил вот важно ожидать на мой взгляд вот дно рынка будет тогда когда будет чистая спекулятивная позиция и вот это будет четкий сигнал к дну рынка четкий сигнал четкий сигнал дну рынка да то есть вот эта история на мой взгляд она достаточно надежная и она всегда себя отыгрывает поэтому я считаю вот даже кстати даже вот здесь до был моментик тоже вот такое чтобы перед отскоком вверх вот поэтому что я думаю я думаю что если пока что мы находимся в середине да то есть ничего интересного нет также сама примерно как и было в 2011 12 годах когда сипа корректировалась перед дальнейшим ростом да вот эта история поэтому я считаю что в общем и целом если мы увидим вот на текущем росте рынка снижение показателя вот куда-то сюда да или хотя бы вот сюда то это будет говорить о том что у нас есть хай рынка и будет следующая волна распродажи если мы увидим движение вверх выше ноля то это будет говорить о том что у нас есть дно рынка вот вот такой вот у нас есть момент важный что касается рисков до медь золота мы уже знаем что мельмель золоту снижается медь обвалилась то говорит об ожидании дефляционного цикла рынок уже начал на это ставить пока что не полноценно да то есть нефть пока не снизилась золото пока но уже снизилась да но еще есть перспективы доллар по росту еще есть перспективы то есть на мой взгляд скажем так пока рынок в середине примерно до вот этого цикла когда он ставит на грядущую дефляцию поэтому нужно следить да вот за технической картиной по доллару и по нефти что там скажу для того чтобы начался что чтобы рынок скажем так оздоровился финансовый в том числе и фондовый естественно котировки нефти должны снизиться тогда снизится инфляционное давление снизится издержки предприятий это увеличит их до дохода естественно и это скажем так оздоровит экономику и оздоровит финансовый рынок и позволит хотя бы снизить жесткую риторику фрс чтобы что уже поддержит рынок вот поэтому пока этого нет для меня индикатор нефти остается очень важным для того чтобы перейти скажем так уже к прогнозам и оценкам в бычью сторону пока что вот это меня смущает медь к золоту годовая динамика интенсивно снижается на мой взгляд мы должны бы прийти вот к уровням нулевой отметки до не знаю что это что к чему относится увы да и тогда мы сможем с вами констатировать дно рынка то есть вот медь медь к золоту должно снизиться вот к уровням 11 12 тогда когда рынок разворачивался и шестнадцатого тоже когда рынок выходил избави из боковика и дальше рос то есть вот эти вещи они очень важны поэтому я жду здесь этот показатель я не обращаю внимание на годовую динамику снг 500 а просто жду пока мы окажемся здесь и тогда рынок можно будет покупать возможно уже с инвестиционным прицелом несколько важных мультипликаторов которые участвуют в оценке риска это соотношение второго эшелона фондового рынка америки ну кто помдак спайл мы видим что показатель уже в районе 80 процентов сделанной коррекции после вот резкого риск он до после кью еда вот которая была в двадцатом году и сейчас мы снижаемся то есть на мой взгляд рисуется некий медвежий тренд до bcd и там или еще чего-то для дальнейшего снижения нырка вниз вот в рамках нисходящего канала даже вот пробить там уровне 2 2020 года уровне рисков 2010 года вот такой сценарий тоже на мой взгляд очень вменяемый по текущим условиям и это вот породит еще один сигнал до к тому что рынок ставит свое дно и также важный момент на сегодняшний день возникла дивергенция обратите внимание да вот между показателями свечи это соотношение производственного индек это соотношение и тфки производственного сектора дату сектора наиболее капитала емкого с наиболее высоким с наиболее высокой производительностью труда то есть вот тот сектор который больше больше всех реагирует на уровне делового цикла то есть в начале когда идет накачка бабками у нас он расширяется быстрее чем цикл близ и ближайший к потребителю да то есть это степлс это имеется ввиду товары повседневного назначения да то есть то что мы часто используем и в цикле дефляции он начинает замедляться обратите внимание что он замедлился первым до начиная уже с этом начало лета условно прошлого года он перестал расти в то время как и снг 500 еще росла да и это вот и породило дивергенцию вниз я на это уже ранее указывал то тоже но в закрытых каналах своих вот и на сегодняшний день у нас идет обновление вот минимума по данному соотношению о чем это говорит о том что начинается дефляция именно вот из сектора который стоит в голове да то есть из более капитало емкого си сектора и кстати вот эти метрики они сильно бьются с и по майками то есть это означает замедление деловой активности в то же время у нас снг 500 немножко подросло да то есть она не снижается то есть это я к тому что текущая коррекция которая присутствует на снг 500 она явно носит локальный спекулятивный характер ну и тоже такая интересный график это ну понятное дело что он детерминирован конечно денежной массой той накачкой которая была с 2010 года это мой любимый один из любимейших технических анализов методов технического анализа отклонения среднего значения мы видим что котировки были сильно перекуплены выше 2 стандартного отклонения и рухнули резко ниже 2 стандартного отклонения снизу то есть вот вот это и есть результат к юге да то есть сильнейшее накачивание деньгами вытолкала к котировке быстрее до чем по историческим меркам в несколько раз даже и сжатие этого цикла привело к резкому снижению тоже в несколько раз ниже чем даже чем это было например в том же восьмом году ну и даже ниже двадцатого года то есть это ну вот на мой взгляд это паразитирование скажем но не паразитирование это я считаю что центральные банки ведут неверную денежно-кредитную политику и они только лишь вносят неопределенность в ценообразование на финансовом рынке что сказывается на мировой экономике на оценках компании своей деятельности на оценках перспектив что важно да финпланирование и так далее так далее то есть они ломают бизнес вот этими своими действиями казалось бы да они накачивают день дешевыми деньгами бери не хочу но эти дешевые деньги они вносят неопределенность в большую чем если бы был было бы все более статично и понятно поэтому этому нужно будет положить рано или поздно конец и это будет сделано я уверен на сто процентов ну когда это будет неизвестно такие крупные изменения да вот в таких вещах как как экономические теории денежно-кредитная политика фискальная политика это все покажет тренд присутствует да вот тренд тот который взяли центральные банки и таки и и то есть с помощью qq сжимать или стимулировать кредитный цикл тем самым оказывая вот поддержку экономики вот на сегодняшний день по историческим меркам снг 500 просто сжалось невероятно мы видим что это вот жестко но здесь надо учитывать что это все связано с и действиями центральных банков очень важный на мой взгляд график за 200 там сколько это 150 летняя история да вот мы видим по фондовому рынку америки стоит 150 летняя история мы видим что после вот волн роста таких затяжных да вот у нас идут волны коррекции депрессии скажем тогда обычно они идут в в разрезе там 10 лет 10-15 очередной рост очередная коррекция да вот 10 лет ну здесь у нас чашка с ручкой очередной рост очередная коррекция 10 лет вот по последний раз десятилетняя коррекция была с 2000 по 2010 год после чего рынок пошел в рост и мы находимся в росте если посмотреть да вот отрезки эти роста вот которая сейчас есть то я извините которые были да вот которые были и которые сейчас но есть намек что как будто бы мы не закончили этот рост и еще можем вырасти на самом деле с точки зрения происходящего в мировой экономике я имею ввиду перспектив для роста сейчас нет я имею для продолжения тренда продолжения внятного тренда и сейчас очень много неопределенности связанного с тем связано с тем что будет в ближайшие 10 лет почему потому что если инфляция будет оставаться высокой то никакой мягкая денежно-кредитной политики на длинном антреске речи быть не может тем более мы выросли там в три или четыре раза с 2009 года поэтому собственно на мой взгляд рынок входит вот в коррекцию почему многие проводят параллель с 30 года 3 30 45 да вот когда рынок выходил в рост тогда тоже виток роста был примерно такого же такой же высоты скажем так да как и сейчас и примерно те же условия что что это что и тогда есть и сейчас конечно в то время уровень экономической теории был намного слабее что сказывалось на менеджменте да но на сегодняшний день уровень выше менеджмент выше лучше да но больше рисков поэтому как получится что в принципе уравновешивает возможности да в принципе регулирование рынков там и так далее и тому подобное поэтому на мой взгляд у нас ждет вот коррекция на рынке в разрезе 10 лет поэтому дно рынка можно будет будет купить но не но вот скажем так как это было там в середине 2000 на в 2003 мы подросли к хаям и потом пошел кризис то есть вот как то так можно это будет обыграть но ожидать переха я бы сейчас не не стал поэтому чем глубже мы купим тем лучше будет прибыль до хая да то есть мы бы я буду крыться однозначно до максимума хотя анализ дальнейший покажет собственно исходя из чего что я думаю насчет технической картины если посмотреть на волну роста да вот и оценить ее с точки зрения фиба то где-то район 3 500 нам светит да вот то 50 процентов вот текущие телек и текущий канал в котором мы снижаемся а пока еще жив то есть ничего не произошло на сегодняшний день мы плотно тестируем да вот предыдущие лаи текущего снижения в районе тому 3 800 3 900 собственно эти процессы продолжаются если мы обновляем лаи да вот которые были поставлены там в июне то рынок двинет вот к тем же 3 500 возможно плюс-минус ниже и вот к тому моменту я думаю что у нас сформируется одно рынка и мы сможем там уже это оценить если те метрики которые я вам показал будут сигнализировать о том что мы ставим дно то там можно уверенно купить примерно срос с прицелом 4 200 4 400 то есть вот такое движение и потом какой-то затяжной рост вот там куда-то в область там 44 500 плюс-минус и потом уже будет новый виток с не снижение причем этот рост он будет затяжной то есть это будет там там год-два может и больше то есть я вот думаю где-то такой играть вот такой сценарий если посмотреть более логально то есть интрига на собственно есть первая волна есть волна коррекции вниз нас не пустили было раз-два-три касания обратите внимание все выкуплено и сейчас мы переписали там внутри дневные максимумы да то есть вот у меня была линеечка вот поэтому мы можем сделать вот такую историю куда-нибудь в район 400 дорисовать зигзаг тем самым да вот для этого нужно нам про пробить 3 950 дорисовать зигзаг и потом уже двигаться дальше вниз зигзаг он нас к скорее всего нам покажет историю с ну какой-то затяжной коррекции с бифуркации и тогда канал у нас будет более более пологий но цели будут более глубоко то есть районе 300 3 300 3 200 и только потом уже будет откат вверх то есть вот этот сценарий он тоже очень очень актуален и причем я бы сказал бы что актуальность его ну достаточно сильная скажем так многое будет зависеть сейчас от фрс через две недели они у нас будут выступать и вот две по моему да может три и его там будет мне интересно что они будут говорить к тому времени мы услышим данные по рынку труда и к тому времени мы услышим данные по инфляции отсюда очень важно будет отталкиваться потому что именно в мандате фрс нет они как они конечно же должны обеспечить полную занятость и низкую инфляцию поэтому вот отсюда будем уже попали плясать и прогнозировать то есть это уже впишется в категории как мы пойдем с текущих сразу вниз и потом вверх или же все все таки вверх вниз а потом аж вверх то есть вот это при принципиально важно на самом деле для оценок поэтому я считаю что ну давайте давайте уже подведем итог ну что ж друзья давайте подведем итог что я думаю в целом до рынке то есть на мой взгляд если брать долгосрочные тренды то вероятнее всего мы находимся в цикле который я вам показал в цикле 100 150 летним до цикле и нас ждет десятилетняя боковая коррекция для того для чего и почему она возникает но это понятно потому что накачка деньгами экономики она приводит да вот к при этом кстати обратите внимание что именно с кейнса эта история пошла то есть двадцатых годов когда кейнс утверждал что рынок это не саморегулирующая система что нужно в него вмешиваться правительственными либо ну то есть фискальными либо монетарными методами а чаще всего и так и так и после этого у нас началась эра скажем так эра как которая позволила банкам до в системе частичным резервированием до накачивать деньгами экономику что привело вот к текущим до уровнем кюре и вот в этих стадиях да вот расширение экспансии денежно-кредитной политики у нас рынки растут более активно чем чем фундаментальные скажем так условия да то есть чем уровень сбережений да например здоровый уровень сбережений порождает вот рынок капитала чем например тоже производительность труда до которая важна для здорового роста экономики то есть вот эти все вещи они опаздывают поэтому рынку требуется экономики требуется там вот десятилетний отрезок для того чтобы эти метрики при пришли в порядок до для того чтобы на накопился новый уровень сбережений чтобы за это время научно-технический прогресс как ты не крути а делает хоть маленький но шаг за это время поэтому рынок стабилизируется на достигнутых уровнях и потом уже оттуда начинается новый виток здорового роста вот я думаю что мы находимся именно в этой фазе в начале именно этой фазы когда рынок станет в боковик на 10 лет это важная предпосылка в оценках в дальнейших оценках действий на фондовом и вообще финансовых рынках что еще здесь хотелось бы упомянуть это то что локально если посмотреть на рынок то все-таки есть перспектива роста к 400 но я считаю 4200 непроходным уровнем поскольку нет для этого условий в частности об условиях я упомянул да что пузырь спускается но пока что уровни на которых инвесторы накинуться скажем так с вас покупками они не не достигнуты не по премиум за риск вложения в акции не по мультипликатором которые я продемонстрировал также самое и потоки не указывают пока что на дно рынка на тот же самое фьючерсные позиции либо же позиции ритейла на маржинальных счетах тоже пока не указывают плюс ожидания бы числа бы плюс рынок остается медвежьим с точки зрения доли акций торгующихся выше 50 дневной 50 дневной средней да вот поэтому все эти все эти показатели они на мой взгляд указывают на дальнейшее снижение в район 3 500 либо же да вот если брать спекулятивную составляющую то движение к 400 с дальнейшим снижением уже к 3 300 к 3 200 и только там будет дно рынка оценить на данном этапе перспективу роста к 400 пока сложно поэтому нужно следить вот за за метриками и следить за технической картинкой на мой взгляд с фундаментальной точки зрения вообще нет причин было вот для роста слоя там на 3 600 да по моему лой был а вот дать до текущих уровней то есть рынок не должен был останавливаться он должен был дальше снижаться но это и хорошо что он остановился потому что это могло привести кризису ликвидности а финансовые кризисы нам не нужны если мы хотим все-таки увидеть здоровую экономику и и здоровые рынки вот поэтому я считаю что нужно последить посмотреть за вот локальными уровнями и самое главное что дождаться данных по инфляции в америке за июнь данные по рынку труда у нас будут завтра тоже важно если охлаждение да на рынке труда если рынок труда остывает то это как раз таки сигнал к тому что деловая активность замедляется и фрс на пути до в достижении своих целей сбить экономическую активность для того чтобы запустить цикл дефляции снизить инфляцию и потом уже когда все устаканится на на каких-то новых уровнях приемлемых для фрс они могут запустить мягкую денежно-кредитную политику но учитывая что это экономические процессы нужно понимать что есть колоссальный временной лаг вот на этот процесс я отвожу год то есть мы не ранее чем через год можем увидеть смягчение денежно-кредитной политики поэтому на сегодняшний день говорит о том что о пора брать потому что фрс будет смягчаться это ну просто не то что рано а это нецелесообразно еще вот поэтому на мой взгляд нужно пока подождать посмотреть если вы колбасить и рынок там на каких-то коротких отрезках да то вам в принципе дневной график наверное более полезен и возможность выхода к 400 я пока не смотрю на покупки не на продажи то есть в принципе для меня пока здесь вообще нечего делать я просто буду отслеживать и ждать дальше конечно когда придет момент покупок я сформирую парт портфели да и буду ждать носка скорее всего на несколько лет точно но вот опять-таки я не ожидаю перехай исторический перехай по фондовому рынку америке в ближайшие там 10 лет до условно конечно надо уточнить что мнение может меняться потому что есть деятели которые могут написать не через два года что вот два года назад и там планировал без перехая а сегодня перехай да у нас тут друг оказался вот поэтому конечно же что конъюнктура меняется макроэкономические условия меняются монетарная политика меняется фискальная политика меняется геополитика меняется влияние региональная до борьба за рынки постоянно меняется поэтому нужно это учитывать и конечно же все решения нужно принимать в моменте а не планировать через два года продавать рынок это глупо это нужно делать в моменте потому что условия могут измениться и измениться резко ну что же друзья вот собственно и весь мой анализ по фонде кому интересно то что я делаю подписывайтесь подписывайтесь обязательно на youtube чик мой подписывайтесь конечно же в в телеграм-канал там дневник кризиса более оперативная актуальная информация каждый день что-то почву в него подписывайся читайте возможно вам тоже зайдет есть спонсорский канал если хотите ссылка в описании на его оплату 5 долларов он стоит там еще аналитика там до дополнительная более прикладная для трейдеров скажем так поэтому кому интересно можете заходить спасибо всем за внимание до встречи на рынках пока пока